С марта 2022 года российских автолюбителей, имеющих серьезные заболевания, будут автоматом лишать водительских прав. Соответствующие поправки внесли в закон о безопасности дорожного движения. Что предполагает собой законопроект? Допустим, приходит человек за оказанием любой медицинской помощи, зуб у него заболел, профосмотр на работе, и врач, который его осматривает, подозревает, что у него есть заболевание, препятствующее управлению транспортным средством. И врач обязан эти данные, то есть свое подозрение, занести в единую систему информационного учета. Без заказания диагноза он просто указывает, что есть некое заболевание. Эта информация автоматически попадает в ГИБДД, и ГИБДД автоматически приостанавливает действия водительского удостоверения. В МВД это новшество ждали почти 10 лет. Оно поможет наладить взаимодействие с Минздравом, касаемо выдачи водительских удостоверений. Больше не нужно будет предоставлять медсправку в ГИБДД. Появится ее электронный аналог, который медики сами направят в автоинспекции. Права при серьезных патологиях либо просто не дадут, либо смогут автоматически аннулировать действующие, в том числе из-за плохого зрения, проблем с конечностями, а также наркомании, алкоголизма и расстройства психики. Это шизофрения, еще какие-то заболевания, которые подлежат учету, и люди состоят на этом учете. Состояние какой-то тяжелой депрессии. Все психические заболевания, все острые состояния, неврозы, любое острое состояние со стороны нервной системы, которое сопровождается интеллектуальными, психическими и очень серьезными эмоциональными нарушениями. Узнав об этих новшествах, запаниковали люди с ограниченными возможностями здоровья. Я гораздо больше даже могу, чем здоровый человек, потому что у меня сразу под рукой идет три педали. У самарца Сергея Татаринцева врожденная спинномозговая грыжа. Она спровоцировала деформацию ступней и некрозы тканей. Ему ампутировали обе ноги, но это не мешает Сергею водить автомобиль. Ни одной аварии за 30 лет в ТАЖа. Педали машины специально адаптировал в лицензионном салоне под свои возможности. Теперь автомобилист волнуется, что останется без прав. Мне кажется, они просто зароют все это в глубину. То есть человек просто не будет обращаться в медицинские учреждения, потому что будет бояться. А мужчины особенно, они и так-то не обращаются. Особенно профессионалы будут пугаться этого. До конца непонятно, чего и как. Вот эта вот неизвестность больше всего пугает. А кто его знает? Я обращусь к врачу, и я же не знаю, за что могут закрыть мне права. Доктор действовал во благо, только благо не мое. У людей с инвалидностью всегда возникает опасность. И меня лишат прав, и я останусь без прав. А для многих наличие прав – это содержание семьи. Это работают таксистами сейчас очень многие. И вот иметь такой домоклов меч над головой, что вдруг он упадет и отрубит мне эту голову, я останусь без средств к существованию. Оплаты кредитов и содержания семьи, конечно же, будет. Насколько обоснованы подобные переживания, говорить пока рано, объясняют эксперты. В целом, если человек с ограниченными возможностями получил допуск к транспортному средству и знак инвалидности, согласно всем требованиям российского законодательства, без причины права никто не отберет. Но законопроект необходим, отмечают автоинспекторы. Статистика говорит сама за себя. По данным некоммерческого предприятия гильдии автошкол России, примерно 5-7% водителей, виновных в ДТП, цитата, не смогли справиться с управлением по состоянию здоровья. И здесь не учтены данные по так называемым пьяным авариям. А это по сводкам МВД каждое десятое ДТП. Ежедневно на дорогах России происходит более 400 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них гибнут минимум 40 человек, а за год это почти 20 тысяч смертей. За 2020 год на территории региона на дорогах погибло 318 человек. С участием водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования зарегистрировано 225 дорожно-транспортных происшествий, в которых 70 человек погибло, и 332 получили ранения различной степени тяжести. Именно поэтому алкоголиков и наркоманов прописали в законопроекте об аннулировании прав отдельной строкой. И даже если человек не выглядит как злоупотребляющий алкоголем, медик может назначить специальный анализ крови, способный выявить, употребляет ли человек систематически. Злоупотреблением является употребление 100-150 грамм водки либо бутылочки вина в день. Зависимый человек от независимого отличается тем, что если независимый выпьет, он может как-то планировать свой вечер и завтрашний день, а зависимый он не может этого делать. То есть у него как пойдет. Там различные процессы берут свое начало. Биохимический процесс мозга, то есть тело, в принципе, оно уже заключительную роль играет. Оно как зомби движется туда, куда импульс мозга. Поэтому на самом деле это очень опасно. Критики законопроекта говорят, что нововведения могут спровоцировать рост коррупционных преступлений. Создаем еще большую почву для злоупотреблений. Я, в принципе, себе уже вполне представляю тарифы в клиниках за не сообщение информации, а выявленные диагнозы. И вот это меня, конечно, как юриста пугает. Впрочем, подобные схемы работают и сейчас. Скажите, пожалуйста, мне нужно продлить водительское удостоверение. Можно у вас приобрести медсправку без прохождения врача? Сколько это будет стоить? Да, 3100 рублей. Если справки от нарколога и психиатра есть, то 2000. Это будет окончательно медицинское заключение в вашем доступе к управлению транспортным средством. А за сколько вы сделать успеете? В течение часа плюс время на доставку. Подделка документов и их приобретение в России подразумевает как административное, так и уголовное наказание. И это не только штраф и принудительные работы, но и реальный срок заключения до двух лет. В целом, в Ассоциации автомобилистов Самары признали, что изменения в законе о безопасности дорожного движения вполне рациональны. Появление электронной справки взамен бумажной упростит процесс получения водительских прав. Главное, чтобы все работало в рамках закона и без проволочек. Это хорошее дело, понимаете? Но самое главное у нас, любое хорошее дело, хорошее начинание, чтобы не спустилось в этот коллапс, который у нас происходил с медицинским освидетельствованием, когда мы вводили тесты по крови, когда эта справка стоила 8 тысяч. И вот из-за этого сделали вот такой вот непонятный ажиотаж. У нас любое нововведение – это любые риски. На самом деле процедура новая, все нововведения, они должны пройти какой-то промежуток времени для тестовой обработки. Законопроект еще на стадии разработки. Меры могут меняться, отмечают на таки право. Но вероятность того, что в России согласно этим поправкам в марте 2022 года все же появится единая информационная система Минздрава и МВД очень высока. Почти 10 лет МВД лоббировало эту инициативу. Продолжение следует...